Добрый день. Мы постарались быть кратким. В 15 минут, конечно, трудно уложиться, поэтому совсем такого, может быть, логического выступления не получится. Почему это дело заслуживает отдельного доклада? Потому что критические состояния, как известно, приводят к развитию вторичного иммунодефицита. И что здесь является причиной, а что следствием, сказать достаточно сложно, потому что происходит постоянное взаимное усиление. Как мы видим, перечисленные факторы для развития вторичного иммунодефицита это практически все состояния, которые характеризуются так называемого критического больного. В той или иной степени, может быть, какой-то вклад, чуть больше, в частности, вклад тканевой травмы, неважно, это просто ли повреждение, или это хирургическая травма, он, наверное, один из самых больших. Ну и разного рода сопутствующие патологии. То есть, если есть какая-то в каком-то из органов какое-то проседание, естественно, что развитие полиоргана недостаточности, опосредованное системным воспалением, оно будет происходить гораздо быстрее. Еще раз подчеркиваю, что причина развития иммунодефицита лежит в самом критическом состоянии. И, по сути дела, в виде критического больного мы можем провести целый ряд тестов, которые будут сказаны позднее. А можно это и не проводить. Мы должны быть уверены в том, что иммунодефицит есть. Не внедрено пока в клиническую практику, как характеризовать как один из органов дефицит органа иммунной системы. Но, я думаю, рано или поздно, с учетом того, как сейчас развивается событие знания о патогенезе, я думаю, что это произойдет очень скоро. И, с другой стороны, очень часто происходят разного рода спекуляции на тему, что иммунокомправитированные пациенты и так далее. То есть, притягиваются, скажем так, за уши такие состояния, как сахарный диабет, легкого течения, какая-нибудь алиментарная дистрофия не очень выраженная, с дефицитом индекса массы тела, какие-нибудь хронические алкоголизмы и так далее. Это, конечно, влияет, но не в такой степени, чтобы это требовало диагностики, требовало утверждения о том, что это иммунодефицит, о том, что здесь нужна иммунокоррекция. Препараты, которые назначаются, они должны быть очень четко таргетными препаратами, как сейчас принято говорить, онкологией и в интенсивной терапии, в том числе. Препараты должны быть нацелены на конкретное звено иммунной системы пациентам, которые находятся в критическом состоянии. Не для того, чтобы какие-то анализы чуть-чуть улучшить или ухудшить, а для того, чтобы улучшить общий прогноз, исход заболевания, скажем так, снизить степень тяжести, гномерсептических осложнений. Вот я уже, как говорил, принцип таргетной терапии приобретает ведущую роль в современной медицине. Термин этот пошел с онкологией, причем не так давно, когда были расшифрованы важнейшие молекулярно-биологические механизмы развития нарушений. То же самое происходит и с системным успалением, поскольку здесь точно такую же ведущую роль играет иммунная система. Иммунная система – это более древняя онтогенетическая, чем, допустим, сердечно-сосудистая и так далее. Но, к большому сожалению, до сих пор методы изучения ее функции, они клеточные, мышиные и так далее, они немножко отличаются от того, что происходит с человеком, потому что такие опыты, такие исследования на людях сделать было сложно до определенного времени. И именно молекулярные механизмы сейчас позволяют говорить о грядущем прорыве. В том числе иммунная система, да, вот как бы принято специфический иммунитет, не специфический, существует еще и целая часть этой системы, это система иммуноглобулинов, как бы мостик от одной функции иммунитета к другой. Поначалу, когда говорили о сепсисе, вот СИРС, всем известный и так далее, говорили, что вот иммунодефицит, в том числе, как я сразу оговорюсь, сепсис как самое, скажем так, сильное, наиболее выраженное проявление иммунодефицита, да, поэтому сразу перейдем к этой, самой, пожалуй, непростой теме современной медицины. Было принято говорить, что СИРС – это активация системного воспаления и так далее. И многие модели были на это направлены. И отсюда большое количество неудач. То есть все эти модели иммунной коррекции, они потерпели неудачи по этой причине, что нет провоспалительного выраженного ответа. И, как сейчас доказано, в течение последних двух лет, к сожалению, все это как раз сопровождается мощной энергией, поражение эндотелия и угнетение антигенопрезентирующих клеток, то есть моноциты угнетены. Те клетки, которые находятся в системном русле, они неполноценны. Это прежде всего касается нейтрофилов, которые не могут выполнять свою функцию иллюминирующую, но в основном повреждают ткани. И на фоне повреждения эндотелия очень активно выходят лейкоциты в русло. Длительное существование низких концентраций провоспалительных разного рода субстанций на фоне усиления противовоспалительных, снижения процессов синтеза антител и резкого увеличения процессов апоптозы. Чтобы как-то не загружать терминологии, подчеркиваю еще одну, еще раз такую вещь, что нет достаточного ответа, который мог бы оборвать инфекционный процесс. Он затягивается, становится хроническим, и на фоне этой хронизации за счет повреждения эндотелия и неполноценности функции иммунных клеток происходит повреждение органов паранхематозных и развивается полиорганная недостаточность. Дальше, поскольку энергия сохраняется, то мы имеем, с чем мы, собственно говоря, и сталкиваемся, мы имеем постоянную череду разного рода госпитальных инфекций, вторичных и так далее. Одна мультирезистентная флорус меняет другую. При необходимости можно диагностировать иммунодефицит, для того, чтобы зафиксировать это документально. Причем не такие уж сложные-то методы. Если мы имеем абсолютную лимфопению, мы уже можем говорить о том, что это иммунодефицит. HLDR-клетки – это тканевые макрофаги, которые осуществляют адекватную презентацию бактериального или вирусного агента. Они работают плохо. Они не могут представить его в полной мере, и иммунный ответ развивается неадекватно. И то же самое касается выраженного снижения функции концентрации иммуноглобулинов. Как я говорил, максимальное проявление – это сепсис, который пока что победить не удается. Не удается ни снизить его ни чистоту, ни летальность. И как говорил один из ведущих онкологов в стране, с развитием медицины каждый пациент доживает до своего рака. Вот с развитием интенсивной терапии многие пациенты доживают до своего сепсиса, до резистентной флоры. И основное в патогенезе – это генерализованные поражения эндотелия с активацией макрофагов. Очень много препаратов в терапии сепсиса. И в чем, скажем так, самое главное заблуждение? Сепсис – это, скажем так, диагноз очень собирательный. Он синдромный, симптоматический, как угодно. Патогенетический диагноз – сепсис. То есть это группа больных, разнородная совершенно. Больной с септическим шоком – это как гипераргия, а с тяжелым сепсисом – это энергия. И, соответственно, отсюда становится понятно, что одним препаратом это вылечить нельзя. И, соответственно, пока что вся терапия сепсиса, она просто-напросто либо реставрация функций органов, либо просто симптоматическая. Вот что важно говорить, поскольку мы слушаем и многие доклады посвящены антибактериальной терапии. Это факт, который нужно помнить. Элиминация возбудителя сепса любого, особенно грибов или грамм положительных бактерий, при помощи антибиотиков не достигается. Антибиотик не может убрать этот возбудитель. Должно быть обязательно участие иммунной системы. Какой-то или неважно какой, чаще даже всех компонентов, то есть и Т-клеток, и Б-клеток, и иммуноглобулинов, и нейтрофилов. Поэтому, если есть иммунодефицит, при инвитровой чувствительности возбудителя к антибиотикам, результаты мы зачастую не получаем. Ну, подчеркиваю, этот тезис, который выдвинули мы на Росхи несколько лет назад, и он, к сожалению, подтверждается, и ВОЗ уже это признает, что мы должны быть готовы к тому, что эра антибактериальных препаратов подходит к концу. С точки зрения эволюции, это ничтожное время. Микроорганизмы миллиарды лет, они очень легко преодолевают наши тщетные попытки подобрать адекватные антибактериальные препараты, особенно с учетом того, как широко антибиотики применяются. Иммунокоррекция теоретически должна быть разбита на составляющие части. Либо мы повышаем титр антител, либо мы восстанавливаем баланс клеток, то есть сепсис – это Т-клетки, которые должны убивать бактерии. Они есть эффекторные, а есть регуляторные. Во всяком бардаке очень много становится людей, хотят что-то регулировать, а делать никто не хочет. Вот это вот пошло, видимо, от иммунной системы. Регуляторных клеток много, а эффекторных мало. И это сочетается с полной невозможностью, еще раз говорю, макрофага, представить адекватно возбудители. То есть антиген представлен плохо. У нас была в свое время возможность изучить патогенез сепсиса в плане иммунодефицита. И то, что мы получили, на тот момент не совсем стыковалось с теми данными, которые были написаны. Сейчас это все, в общем-то, подтверждается. Это полная фагоцитарная несостоятельность, это выраженное снижение концентрации иммуноглобулинов, особенно иммуноглобулина класса G. Это абсолютная лимфопения и дефицит HLADR, антиген презентирующих клеток. Таблицу эту комментировать я не буду. Это на последний момент отражены новые препараты, которые находятся либо в клинической стадии испытаний, ну, некоторые в преклинической, и на что идет понимание, к чему приводит. Либо попытка вакцины, против грамм-минус, либо полисахарид, либо против суперантигена стафилококка. То есть попытка вакцинировать человека для того, чтобы он был готов, и вот этот первый удар, прорыв патогена, он был как-то нивелирован. Либо тема наклональные антитела, которые HMGB, это, в общем-то, защита эндотелия. Это реставрация, вернее, это новый подход к иммуноглобулинам обогащенным. Это исследование концентрата иммуноглобулина, потому что иммуноглобулин М это первый иммуноглобулин, который снижает удар, и он должен просто снизить антигенную нагрузку и уменьшить органные повреждения. Ну, мы долгое время все работали пентаглобином, вот его классические преимущества и дозировки. И когда мы писали последние рекомендации расхип по иммунотерапии сепсиса, удалось вот такую табличку сформулировать, чтобы расставить некие акценты, и было понятно, почему не всегда получался эффект от назначения иммуноглобулина или от пентаглобина. Это обязательно, вот как и Басетий говорил про грибы, да, и то же самое здесь, подход такой же. Это тяжелый сепсис с органной дисфункцией. Если есть органная дисфункция, вот тогда мы должны говорить о том, что должно происходить серьезное лечение. Естественно, лечение должно быть начато в первые 8 часов, потому что дальше уже запускается вот этот каскад, который оборвать на каком-то месте практически невозможно. Должны быть высокие дозы, чуть-чуть пересмотрены, механизм дозирования, то есть первые 6 часов вводится ударная, скажем так, насыщающая доза, как и со многими антибактериальными препаратами. Далее идет поддерживающая. И естественно, что наилучшие результаты получены у больных с абдоминальным сепсисом и с граммоотрицательной флорой. Это там, где антибактериальные препараты справляются не совсем. И доза иммуноглобулинов помогает элиминировать граммоотрицательные бактерии. Вот почему важен иммуноглобулин, потому что если обвести себя по кругу, он начинает встречу патогена, первую, активирует комплимент, побуждает и нитрофилы, то есть солдаты иммунитета, выходить, и регулирующие клетки, и предотвращает излишнее воспаление. ИГМ, это, еще раз повторяю, иммуноглобулин раннего ответа, который должен быть применен в тот момент, когда инфекция попала. Он в тысячу раз превосходит иммуноглобулин G по своим способностям к активизации фагоцитоза. А уже дальше будет работать иммуноглобулин G. Значит, еще раз подчеркиваю, терапия в течение первых суток от диагноза сепсис, дозы большие, до 7 мл на килограмм, не 3 дня, а даже 5. Возможность терапии иммуноглобулином при отсутствии подходов к полной санации очага. То есть у нас есть какой-нибудь хронический процесс в животе, который просанировать невозможно. Вот тут к антибиотикам нужно дополнять иммуноглобулин. Если нет возможности контролировать концентрацию, можно просто смотреть в баллах. Ну, а точнее всего, наверное, количественный прокальцистанин. Сейчас, что-то у меня... И вот заканчивая доклад, из того, что я говорил, это возможный механизм преодоления антибиотикорезистентности. Тогда, когда 3-компонентная или даже 4-компонентная схема против грамм-минус не работает, потому что неэффективна апсонизация бактерий и так далее, мы можем снять антибиотики, дать высокую дозу иммуноглобулинов М, после чего через какое-то время, через 3-4 дня, произойдет реставрация, штамм-возбудитель будет более дикий, и мы можем получить снова чувствительность к антибиотикам. Ну, нас впереди ждет концентрат иммуноглобулина М. Каким больным необходимы иммуноглобулины? Это больные с полиорганной недостаточностью, тяжелые пасофа, с сопутствующей патологией, с мультирезистентной флорой. Не исключено, что это граммоотрицательная флора. С граммоположительной все-таки справиться легче. Я уже заканчиваю, извините за некий выход из регламента. И те неудачи иммуногкоррегирующей терапии были прежде всего связаны с тем, что, как я уже говорил, группа септических больных была объединена просто по названию. Ни по патогенезу, ни по генетическому типированию не выделялись группы, ни по возбудителю. Отсюда и вот тот, скажем так, прорыв, который по линии таргетной терапии и молекулярной биологии наблюдается в течение последних двух лет в такой сложной теме, как сепсис и иммунодефицит критических состояний. Пока еще спектр иммунокоррегирующих препаратов невелик, поэтому недоказанные иммунокорректоры применяться не должны, но нужно быть готовым к тому, что в течение нескольких лет появится целый набор реально эффективных препаратов, которые могут нам помочь в улучшении выживаемости инфекционных осложнений при критических состояний. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Владимирович. Подойдите. Есть ли вопросы, уважаемые коллеги? Так как несколько закладчиков Игорь Владимирович. Игорь Владимирович.